МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как на поддельных картриджах для оргтехники погорел сотрудник арбитражного суда, снабжавший организацию контрафактом? А также обвинили осужденного. Находился в одном из домов поселки Урусу, поругался с сожительницей, после чего нанес ей несколько смертельных ранений и установленным предметом. Завершено расследование убийства женщины, тело которой нашли в подвале ее собственного гаража. Это и не только. Прямо сейчас. Пассажирский микроавтобус перевернулся сегодня утром в результате крупной аварии в набережных Челнах. На пересечении проспектов Мира и Автозаводского пассажирский транспорт столкнулся с внедорожником Фольксваген. Медики госпитализировали с места происшествия 6 человек. О причинах и последствиях расскажет Рамиль Шайдулин. Авария произошла около 9 часов утра. На пересечении проспектов Мира и Автозаводский столкнулись автомобили Фольксваген Сигуан и микроавтобус Газель. Водитель последний считает, что авария стала результатом нарушения правил водителям иномарки. Он, получается, совершил разворот на перекрестке, где он должен был прямо в движении. А он как бы нарушил. Тем самым произошло все столкновение. По словам водителя автобуса, он двигался прямо на разрешающий сигнал светофора. Удар пришелся в левую сторону микроавтобуса. В кабине вылетели стекла. И, пролетев некоторое расстояние, маршрутка упала на правый бок. Пассажирам пришлось выбираться через запасной выход на крыше. Этот именно, вот этот момент, вот я не видела, просто повернулась оттуда, смотрю, уже летит. Вот эта вот Газель перевернутая уже летит. И тот стоит вот так поперек дороги. Своей версией поделился и водитель иномарки. Загорелся зеленый, я поехал. Убедившись, что все машины стоят. Ну, Газель, неслась, видать, с очень большой, ну, с приличной скоростью. Шесть пассажиров микроавтобуса были госпитализированы. Двоим из них придется провести некоторое время на больничной койке. Один пациент, он у меня головы, это единственное помощь. Но мы, первые, конечно, с 24 пациентом, помочь оказана. Вот, а в нашем состоянии, все пациенты, а в этот счет. Автобус принадлежит обществу с ограниченной ответственностью пассажирские перевозки. По рассказам его директора, пострадавшие могут получить компенсацию. Ее сумма будет зависеть от тяжести полученных травм. Сумма там предусмотрена на миллион. Во время ДТП, то, какой степень увечья получил, исходя из этого, и будет уже начисляться с этого миллиона. Я знаю, был у меня случай, перелом руки было 130 тысяч. Всю картину произошедшего, как и степень вины всех участников ДТП еще только предстоит установить. Рамиль Шайдулин, Любовь Захарова, Радик Ганеев, Лилия Агатина, Фанис Ихсанов, Вызов 112. В дорожной обстановке мы еще вернемся в этом выпуске, а сейчас о других новостях. Дело об убийстве 33-летней женщины, бесследно пропавшей в 2006 году, направлено в суд. Напомним, в феврале этого года ее останки обнаружили в гараже дома поселка городского типа Уруссу в Ютазинском районе. Человеческий череп и кости были спрятаны в нескольких пакетах на глубине полутора метров в погребе гаража, принадлежащем женщине. Подозрение оперативника впало на неоднократно судимого жителя Башкирии. По версии следствия, 43-летний мужчина, находясь в доме у потерпевшей, поссорился с ней. После этого он нанес ей несколько ударов колючей режущим предметом, в результате чего хозяйка дома скончалась. После этого предполагаемый злоумышленник расчленил тело и закопал его в гараже. Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности в 1999 году за причинение тяжкого вреда здоровью женщине после того, как ударил ее ножом в живот. А в минувшем году его осудили за нападение на сотрудника полиции и грабеж. Причастность к совершению преступления мужчина не признала, отказался от дачи показаний. Следствием собрана достаточно доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В Казани из Новосавиновского суда сбежал осужденный. Сегодня 48-летний мужчина выслушал приговор по уголовному делу о мошенничестве. Его приговорили к 10 месяцам лишения свободы. По предварительной версии мужчина сразу после оглашения вердикта отпросился в туалет и за считанные мгновения покинул здание суда. Во время следствия он находился под подпиской о невыезде и пришел в суд самостоятельно, без сопровождения. Взять его под охрану конвоиры попросту не успели. Сейчас полицейские ведут поиски осужденного. Бывшего сотрудника арбитражного суда привлекут к уголовной ответственности за закупку поддельных картриджей. По мнению полицейских, мужчина, зная, что это контрафакт, принимал продукцию и подписывал нужные документы. Причиненный ущерб 3 миллиона рублей. Подробности расскажет Анна Городнова. Эти кадры были сняты оперативниками в марте этого года. Тогда полицейские задержали 10 человек по подозрению в производстве и сбытия контрафактных расходов материалов для оргтехники. На них клеились этикетки всемирно известных торговых марок. Было установлено, что противоправная деятельность осуществлялась в жилом доме в Истринском районе Подмосковья. Склады с готовой продукцией находились в Московском регионе Чувашской республики, а также в республиках Мариэл и Татарстане. Документы, документы. Вскоре стражи порядка выяснили, что к афере причастен бывший сотрудник арбитражного суда Татарстана. По мнению полицейских, с 2017 по 2018 год экс-начальник одного из отделов вступил в сговор со злоумышленниками. Он создал благоприятные условия, которые исключали участие в торгах на поставку картриджей для оргтехники других организаций. Будучи ответственным за прием картриджей, он знал о поставке поддельной продукции, но подписал документы о приеме товара. В результате он причинил ущерб суду на сумму 3 миллиона рублей. Однако ущерб, который нанесла организованная группа, по данным полицейских, куда больше. По предварительным подсчетам правообладателям причинен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей. В отношении бывшего сотрудника суда возбуждено уголовное дело по статьям мошенничества и превышения должностных полномочий. Анна Городнова, Айрат Назипов, Вызов 112. Сразу два аварийных дома сгорели сегодня днем в Зеленодольске. Инцидент произошел в полукамушках. К прибытию первых пожарных подразделений дома горели открытым огнем по всей кровли. Деревянные пристрои тоже были охвачены огнем. Также была опасность перекидывания огня и на третий аварийный дом. По предварительной оценке площадь пожара составила 250 квадратных метров. Пострадавших нет. Напомним, это уже не первый пожар, произошедший в исторической части города. В прошлом году там загорелась одна из квартир. Среди причин называли неисправность газового оборудования. Жильцы признались, что слышали хлопок. А еще годом ранее в этом же микрорайоне загорелись два дома. Площадь пожара тогда составила тысячи квадратных метров. Помощь спасателей потребовалась 42-летнему Казанцу. Во дворе дома по улице Лушникова мужчина застрял между скамейкой и забором. Сотрудники МЧС при помощи специального инструмента перекусили металлические элементы скамейки и освободили пострадавшего. После освобождения его передали в руки медиков. Высокая скорость и невнимательность на дороге едва не привели к трагичным последствиям в Зеленодольском районе. Поздним вечером недалеко от поселка Дубровка столкнулись Лада 15-й модели и Ниссан Куб. После удара отечественный автомобиль перевернулся и оказался в кювете. Пассажиры чудом остались в живых. Обо всем по порядку в репортаже Алии Хайрудзиновой. Вот водитель. Спасибо ему. Так бы столкнули, наверное. В салоне отечественного автомобиля находились четыре человека. Все понимают, что последствия могли бы быть куда страшнее. После столкновения с автомобилем Ниссан их легковушка перевернулась и оказалась в кювете. Один из пассажиров Лады сильно ударился головой, но в больницу ехать никто, включая его, не захотел. Выезжает машина, короче, прямо на встречку. И мы чуть в дверь не врезались, короче. Серьезное повреждение получил и Ниссан. Удар пришелся в заднюю часть иномарки. Пассажир Лады утверждал, что женщина собралась развернуться и делать это началась с среднего ряда, когда он ехал по левому. После того, как его подрезали, избежать аварии уже не смог. Но вот своим родственникам автоледи рассказала совсем другую историю и о причинах ДТП возникли разногласия. Они, то есть, с кем-то гонялись и я как понял, начали оттормаживаться и, ну, задумно задели ее. В итоге оба автомобиля оказались не на ходу. Если Ниссан еще можно восстановить, то вот Ладу скорее всего уже не имеет смысла. Леха Ирудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдулин, Вызов 112. Два человека утонули за сутки в Татарстане. Первый случай произошел на реке Ик в Мензелинском районе. 30-летний мужчина приехал на рыбалку вместе с тремя приятелями. Все вместе употребляли спиртное. После рыбалки один из друзей решил искупаться, чтобы прийти в себя. Проплыв порядка 25 метров, мужчина ушел под воду. Его тело обнаружили водолазы спустя два дня. Еще одна трагедия произошла в заливе Волги возле поселка Победилово в Казани. 40-летний мужчина ушел купаться и также утонул. Его тело извлекли спасатели на утро следующего дня. В Чистополе оштрафовали нетрезвого жителя, пытавшегося переплыть реку Кама. Об инциденте спасателям сообщил его знакомый. Он рассказал, что в районе мебельной фабрики 38-летний мужчина уплыл далеко и не возвращается. Возможно, хочет доплыть на другой берег. На расстоянии 600 метров от берега инспекторы ГИМС обнаружили плывущего мужчину. Его подняли на борт лодки и доставили на сушу. За купание в необорудованных местах на нарушителя был наложен штраф в размере 1500 рублей. Это все, о чем успели вам рассказать. В студии была Альвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его принято. Принято.